Здравствуйте! В эфире новости БНТВ мы расскажем о наиболее заметных событиях прошедшей недели в студии Екатерина Семченко. Коротко о главных темах выпуска. Лахта-центр могут не построить. Депутаты ЗАГСа попросили губернатора не утверждать проект планировки территории. Стоимость стадиона на Крестовском острове еще не определена. В Петербурге на заброшенном побережье построят новый город. Намывные работы в Финском заливе под Сестрорецком должны завершиться к 2015 году. Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой отложить утверждение городским правительствам проекта планировки и межевания территории, на которой планируется строительство Лахта-центра. Соответствующий коллективный запрос девяти депутатов был утвержден на заседании городского парламента. В частности, депутаты пишут в своем запросе, что утверждение планировки в существующем виде потребует, чтобы Петербург взял на себя финансовые обязательства по реализации восьми крупных инфраструктурных проектов. Об этом еще в конце августа во время общественных слушаний по проекту Лахта-центр заявил депутат Петербургского Законодательного собрания Анатолий Кривенченко. Парламентарии просят Георгия Полтавченко отложить утверждение проекта планировки территорий до предоставления в ЗАГС сведений о стоимости проектирования и строительства объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, принятие региональных нормативов градостроительного проектирования и корректировки городского закона о границах и режимах зон охраны объектов культурного наследия. Стадион на Крестовском острове не будет стоить 44 миллиарда рублей. Об этом журналистам в рамках форума ProEstate сообщил председатель комитета по строительству Петербурга Вячеслав Семененко. Мы работаем над ценой, оптимизируем и упрощаем решения. Мы в экспертизе находимся и мы занимаемся мониторингом цен, чтобы удешевить стоимость. В данный момент специалисты изучают порядка 8 места позиций сметы, по каждой из которых проходит мониторинг цен на рынке для того, чтобы оптимизировать стоимость реализации проекта без ущерба для качества. Напомним, премьер-министр России Дмитрий Недведев в конце августа подверг критике темпы строительства объекта и поручил администрации Петербурга совместно с Минспортом и Газпромом определить до середины сентября пути реализации проекта по строительству стадиона. В рамках открывшегося 12 сентября в Ленэкспо Международного инвестиционного форума ProEstate был представлен проект создания намыванных территорий под Сестрорецком Новый берег. Его реализация позволит создать полноценно развитую прибрежную территорию, которой до сих пор нет в Петербурге. В рамках проекта построят около 2 миллионов квадратных метров жилья и 1 миллион квадратных метров офисных площадей. Создание территории планируется завершить к 2015 году. При этом инвесторам необходимо решить ряд проблем. Одна из основных проблем – это затапливаемость территорий. Петарховский лесопарк и Александровская, Горская регулярно затапливаются. Второе – это обмельчание территории, которое там сегодня существует и вода не поднимается выше 40-70 сантиметров. Ну и отсутствие инженерной инфраструктуры. Там сегодня нет единого канализирования, нет единого водоснабжения. Завершить проект общей стоимостью 250 миллиардов рублей планируется к 2028 году. Новый город в составе Петербурга рассчитан на 60 тысяч человек. То, что это курортная зона Санкт-Петербурга, именно это и предопределило плоскостную застройку, которую можно видеть на Макиде. Это трех-четырехэтажная застройка, причем 130 гектар зеленых насаждений в духе и стилистики Петра, в духе и стилистики Санкт-Петербурга. И каналы – это не просто украшения, а это как раз способы решения той существующей обмельчания и заболачивания территории для того, чтобы течение в заливе было и регулировало, соответственно, все вот эти вопросы гидрологии. Транспортную доступность территории будут обеспечивать железная дорога, шоссе и водный транспорт. Коротко об изменениях цен на рынке недвижимости за прошедшую неделю. Средняя цена предложения на вторичном рынке повысилась на 0,34% и составила 95 300 рублей за квадратный метр. Строящееся жилье подешевело на 0,26%. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке составила 84 200 рублей. Вы смотрели новости БНТВ. В студии была Екатерина Семченко.